Начну с некоторого фокуса, просто для того, чтобы вам стало еще приятнее, и чтобы вы поняли, что, оказывается, это имеет отношение не только к числам сочетаний, но и просто на это можно начинать числовые фокусы. Нужно несколько чисел, числа, но все разные. Желательно целые же, иначе она замочится считать. 5, 4, 2, а сейчас вы будете совершать некоторую числительную процедуру. Члительная процедуру такая. Я ее начну, а вы будете считать. Значит, пишем 5-4, 5-2, 5-5. 4, минус 5, 4, минус 2, 4, минус 5. Чуть-то не знаю. Ну ладно, все равно. 2, минус 5, 2, минус 4. Вы поняли, почему я просил вас, чтобы учиться будет поменьше? 9, минус 5, 9, минус 4, 9, минус 5. Так, пока... Вот, что в числителе? А в числителе будет так. В одном случае, в числителе вы напишите все единицы. И давайте с этого начнем. Потом вы в числителе напишите, соответственно, 5, 4, 2, 9. Потом 5 в квадрате, 4 в квадрате. Потом в 4. Здесь нет никаких чисел сочетаний. Никаких чисел сочетаний здесь очевидно нет. Ну, обычно бывает, что с числами делаешь намного проще. А? И раз числами делаешь, пишите, там уже... Ну, вот вам просто, да, объясните, почему. Я не знаю, дело в том, что мне немножко лень считать все-таки все варианты. Давайте возьмем что-нибудь такое сложное. Давайте возьмем, подставим сюда кубик, да? Значит, 5 в квадрате это сколько? 125. 4 в квадрате 64. Это 720. Сегодня вы узнаете причину. Числа были совершенно ужасные, правда? А получилось единица. А хотите, я вам заранее скажу, что будет, если степень на единицу увеличить? Будет сумма всех чисел. То есть, 5 плюс 4 плюс 2 плюс 9. Я исполню. Сейчас расскажу. А если еще на единичку увеличить, то будет сумма квадрата плюс сумма поправленных произведений. Наверное, вы уже начинаете о чем-то доказываться. Или не очень? Ага. Господа, давайте предыдущим давать вам разданку. Я попрошу вас сделать такую штуку. Представьте себе, что числа мы выписали не 5, 4, 2, 9, а что-то более такое простое. А им, например, выписали числа 0, 1, 2, 3, 4. Давайте? Давайте. Выпишите. А еще лучше. Давайте сейчас на этой доске направлю. Будем писать для чисел от 0 до 5. И посмотрим, как это связано с нашими числами сочетателями. С числителем. С числителем. А пока вы просто старались, что числи пустые. Интересно, какой будет знаменатель? Минус 5 фукатриан. Все. В знаменателе стоит, да, минус 5 фукатриан. Ну, пишите, минус 12, да? А хотя нормально, то тоже хорошо, да. Да, плюс. Следующий знаменатель. Что там будет? Из единицы вычитаем 0. А это будет минус 4 фукатриан. Нет, это будет плюс 4 фукатриан. Это значит, из единицы вычитаем 0, это будет положительно. Тут будет просто 4. Потом будет минус 3 фукатриан. Пишите. Минус. Да, 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 нормально. Бабки 9. Нет, не так. Да уж не так. Из двойки вычитаем 0, из двойки вычитаем единицы. Это будет 2 фукатриан. Там будет такая отличия вещей. Минус. Произведение 2 фукатриалов. 2 фукатриалов и 3 фукатриалов. Понимаете идею? Из двойки вычитаете 0, из двойки вычитаете единицу. Это будет 2 фукатриала. Из двойки вычитаете тройку, четверку, пятерку. Это будет минус три футболка. Теперь смотрите. А в числителе будут какие-то степени, правда? Я не знаю, какие. Давайте так напишите. Ноль в степени С, один в степени С, два в степени С. Хорошо? С это какое-то вот там ноль. Ноль в степени. Разве нет? При этом мы считаем, что ноль в нулевой это единица. Была каждая степень того числа, из которого вы читали. Ну, здесь будет один в степени С, здесь будет два в степени С. Так, теперь вопрос. Какое отношение то, что мы написали, имеет к левой степени? Там какие-то числосочетания. Как превратить эти дроби в числосочетания? Это очень просто. Ребята, если вы умножите все это на пять фатериалов, Такая штука, как пять фатериал делить на два фатериал, три фатериал, даст нам числосочетания эти дроби в пол. Значит, надо, смотрите, что здесь. Надо вынести здесь единицу делить на пять фатериалов. И тогда в скобке у вас будет ноль в степени С умножить на числосочетание из пяти по нулю. Ой, кстати, минус здесь. Минус здесь, потому что минус. Минус один в степени С числосочетание из пяти по нулю. Пожалуйста, проверьте и поймите, что так вот так и есть. Поняли? Ребята, поняли? Значит, задача про числосочетание это в точности задача про числа от нуля до н. Поняли? Просто набор чисел не случайный, не просто любые числа, а числа 0, 1, 2, 3 и так далее н. То есть задача про числосочетание это очень-очень-очень частный случай вот этой вот задачи про от нуля. и то, что ответ у нас получался там помните, да, получился минус 120, так? Так это и есть минус 5 патериал умножить на единицу, правильно? А вот там получался ответ минус 120 умножить на сумму. Это соответствует тому, что когда вот поделить с патериалом и на минус 1 патериал, то у вас будет просто сумма этих чисел. Так. Сейчас понятно, что произошло? Все. Спасибо вам большое. Ребята, сейчас надо собственно говоря, заняться доказательством для любых чисел. но поскольку у меня буквы всего две, согласитесь, что они просто противоположные по знаку, правильно? Значит, я легко могу везде написать один и тот же знаменатель. Знаменатель будет ввести а, минус, б. Это резко упрощение делаем. И смотрите, что здесь будет. Здесь будет а, минус, б и будет единица. Здесь будет ноль. Здесь будет а квадрат минус б квадрат. Здесь будет а в кубе минус б в кубе. Вы скажете, что это слишком легко. Ну, ребята, в Валдебре лучше перебдеть, чем недобдеть. Вот такие простейшие вещи надо что-то делать, ну вот, довести до автоматизма. То есть это сделано для двух чисел. Кто пойдет писать то же самое для трех? Вот, итак, работаем. А, Б, С. В числителе для начала единица. И будет еще два слага. В одном будет вычитаться из Б, в другом будет вычитаться из С. Да, 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 отлично. Плюс. Отлично. Здесь надо понять, какой мы возьмем общий знаменатель. Я предлагаю вот такой. Предлагаю снять у А минус Б А минус С и Б минус С. И вот к нему надо все их приводить. Там иногда с плюсом, иногда с минусом. Включи попереду. У нас включается у первого Б минус С. Угу. А сколько я делаю? Попробуй сюда. Б минус С. Б минус С. Б минус С, это знак, поменялся. Минус А плюс С. Конечно. С минус А плюс С. А вы заметили, что каждая буква шла два раза с разными знаками? Нет. Все? Равно? Нет. Вот это, к сожалению, только самая легкая часть Потому что дальше вы должны сделать то же самое, только написав общественно. Ребята, еще раз, я в данном случае очень спрошу реально переписать все буквы. Пожалуйста. Еще раз, я очень часто говорю, что тут послушайте и все поймите, все младше. В алгебре принцип совсем наоборот. В алгебре надо добиваться, чтобы рука это запомнила. Знаменатель, конечно, тот же самый. Вы уже помните, что когда были единиц, надо было вот это нам нужна вот эта набор, вот эта акция. АВ и минус АВ. Минус АС и плюс АС. Видите? Пять. Пять. Теперь внимание. Вообще-то мы уже умны. И мы уже понимаем, что на самом деле писать вот эту строчку не особо нужно. АВ. То есть, в следующей строке, что вы на самом деле должны сделать? Вы должны оставить тот же самый знаменатель. Правильно? Да. Здесь написать квадрат. Приходим к самому важному. Я не имею ни малейшего желания писать там для десяти букв. Понятно? Поэтому мы должны полностью сейчас для двух букв понять структуру выражения. Так, ребята, если у кого-то есть вопросы, пожалуйста, задавайте их сразу. А квадрат умножить на В минус С. В квадрат на С минус А. Это все понимают? Да. Да. И знаменатель. Знаменатель тут и сам. А минус С, А минус С и В минус С. Не торопитесь. Не торопитесь, пожалуйста. Алгебра. Это умение знать ответ без того, чтобы проводить вызывы. Смотрите, что сейчас хочет сделать Ваша? Она хочет раскрывать скобки. Так? После чего получится выражение довольно странное. Правильно? Ну, можно даже лучше сказать, что там у нее будет. А квадрат В минус А квадрат С плюс В квадрат С. Так? А, ребята, а я утверждаю, что ответ это будет единица. Без раскрытия скобка. А знаете почему? Потому что в прошлом. Потому что выражение косо симметрическое. Объясняю, что это такое. Что будет с знаменателем, если в нем поменять местами буквы А и В? Первая скобка поменяет знак. Вторая скобка и третья скобка, что сделают? Поменяются между собой. То есть, что произойдет со знаком знаменателя? Поменяется на минус. Поменяется на минус. Поменяется на минус. А что произойдет с числителем, если А и В поменяются местами? Подумайте. Когда А и В поменяются местами, то вот это переходит сюда, а это сюда. Или не совсем? С. С. Здесь будет С минус Б, а здесь будет С минус А. Здесь будет Б, а здесь будет А. Они поменяются и поменяют знаки. И здесь поменяется знак. Значит, что делает числитель? Услышите, это очень важная идея. Потому что, поймите, вычисление, мы эту задачу, конечно, можем решить, понятно, для трех чисел, для четырех, для четырех уже тяжело, для пяти чисел это уже жуть, много страниц вычислений. А для любого числа не можно. А вот если сейчас поймете мысль, которую я говорю, то мы сразу получим ответ в общем случае. В числителе стоит антисимметрическое выражение. Понятно или непонятно? Если а и б меняешь местами, оно меняет знак. Так, вопрос. А если а и с меняешь местами? Тоже меняет знак. Оно тоже меняет знак. А если б и с меняешь местами? Тоже меняет знак. Кстати, понятно почему? А потому что вообще-то исходное выражение было синетрическое. Вот самое исходное. Мы что-то брали любую букву и знаменатель получался как произведение ее разности с остальными буквами. Слушайте, а понятно, что это симметрическая штука? Да? Вот. Вот эта сумма, она очевидно симметрическая. Правильно? То есть поменять местами отмет not. Отлично! А дальше замечательная вещь. Если у вас есть любая кососимметрическая штука, то она делится на а минус б. А поскольку она кососимметрическая по а и с, то она делится на а минус c. А поскольку она кососимметрическая по б и с, то она делится на b и c. У вас числитель обязан разделиться на знаменатике. Правда, я сейчас доказать это должен, но это очень легко. Смотрите, пусть у вас есть любой многочлен от букв a и b. У вас есть какой-то многочлен от a и b, да? И пусть мы знаем, что f от a, b это f от b, a то есть минус. Представили себе? Представили. Я утверждаю, что в таком случае f от a, a это знаете сколько? Это минус f от a, a. А значит это? f от a это сколько? Это ноль. Дошло или нет? А теперь вопрос. Если у вас есть многочлен от буквы a, у которого есть корень b равно a, то теорема безу утверждает, что этот многочлен делится на а минус. Разве нет? Теорем безу вы не знаете, правильно? Не знаю. Если вы ее не знаете, то этот способ решения для вас просто является правильным. То есть это невозможно. Кстати, она крайне нужна вообще в алкебре и так далее, и так далее. Так что я уверен, что вы ее у них откажете. Безу – это просто фамилия ученого. Теорема такая. Если f от x это то, f от x минус f от y делится на x минус y. Это одна формулировка теоремы безу. Теорема такая. Если у – это корень многочлена, то f от x делится на x минус y. И наоборот, естественно. Ну, наоборот, это вообще совсем просто. Если f от x – это и есть x минус y, умножить на какой-то дугой многочлен. Подставьте сюда вместо x и y. Тогда получите, что f от y – это и есть y минус y на g от y. И это будет 0. Так что наоборот, это понятно, да? Наоборот, это... Что? Что здесь там наверху написано? А от y? Многочлен. Есть какой-то коэффициент при истекне. Другой какой-то коэффициент при истекне. И так далее. Какой-то коэффициент при икс. Какой-то коэффициент при истекне. Это понятно? Замечательно. Доказать можете. А если у нас получается f от какого-то x и потом делаем это же f от y, то коэффициент настаётся тем же цель? Ну, разумеется. Нет. Многочлен – это, собственно говоря, и есть список его коэффициентов. Ну, типичный пример многочлен. 8x-куб минус 54x квадрат плюс, не знаю, там, 25x минус 369. Вот такое многочлен. Ну, и там любой другой. Ну, мы просто… У нас, получается, есть, например, a n на x n и соответствующий ему a n на y. В n. Да. Мы их вычитаем. У нас, получается, a n выносится за скобку x n минус y в n. Надо доказать, что это делится на x минус y. Да. А это любимая форма из школы. Да. Отлично. Осталось прервнуться к ним. Произнести то же самое, что вы запомнили и поняли. И потом написать это желательно не для общего n, а, не знаю, для многочлен третьей степени. Тогда поймем. Правда? Ну, вот здесь взять в качестве n, не знаю, уходить и четверку, уходить и четверку. Вот. И всё поймем. Давайте представить речи и всё будет. Значит, у нас есть какое-то там упражнение с x, и потом мы просто вместо этих x подставляем число y и вычитаем все эти y из всех этих x. И, получается, у нас есть слагаемое, у которого коэффициент a n с x, и такое же слагаемое, у которого тоже коэффициент a n с y. И, получается, и n минус первое, и для всех остальных. Ну, получается, мы барами по коэффициентам и вычитаем из такого слагаемого с x только с ими. Ну, вот это напишем. Пишем многочлен четвертой степени, согласитесь, что это не проблема. Вычитаем из него тот же самый многочлен только в точке y и видим, что всё будет легко. Вот, пишите, а x в четвертой плюс bx, мы, наверное, пишем. Это надо увидеть, для чего это просто. Retiretение с x минус f x плюс e минус a y плюс b, t2, t3 – c минус . Ни, у меня кукольное складывание – a y. Минус G и E и минус G. Отлично. Все заметили уже, что E можно было даже не написать, потому что оно и так уходит. А здесь получается A умножить на А теперь очень важная вещь. Каждая скобка, причем не обязательно, когда там четверка или третка, каждая скобка вида X в n минус Y в n делится на X минус Y. Это просто одна из важнейших формул школьных программ. Ну, давайте, напишите им, если можно, X в четвертый минус Y. Это разница уже просто. X в четвертый минус Y в четвертый равно X минус Y на что умножить? Я думаю, они все поймут. X минус Y на X в третью. Да. Плюс. 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 Три. Нет. Кто эту формулу не понимает, просто раскройте скобки. Вы самостоятельно, скажем, для разности пятой степени сможете написать? А? Ну, как будет? X в пятой минус Y в пятой это? У. 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 2 корня. У. А. Ребята, корень – это значит, что f от y равно нулю. Соответственно, когда f от y равно нулю, то вот это выражение превращается в это. Поняли? Да. Так, я не знаю, я считаю, что мы расправились. Прекрасно. А теперь поехали назад. Это же было просто так. А теперь вы понимаете то, что здесь было написано? Если есть кососимметрический многочлен, то теперь вы понимаете вот это, что f от аа равно минус f от аа. Меняешь. Не ставим букву аа, выражение не меняется, а должно было поменяться. Значит, а является корнем этого многочлена. Если он рассматривается как многочлен от b. И значит, он делится на b минуса. По теореме безумия. Вспомнили? Только что вы сказали теореме безумия. Ну, а поскольку у нас все буквы равноправные, значит, делится и на это, и на это, и на это. Так, теперь вопрос. А почему в ответе получите единица? Третья. А здесь какая степень? Третья. А здесь какая степень? Третья. Что бывает, когда многочлен третьей степени делится на многочлен третьей степени? Ответ это константа. Правильно? Необязательно. Необязательно единица. Мог ответ получиться равен восьми. Да? Но, если мы посмотрим на коэффициент при а квадрат, то он будет равен b минус c. Понятно? Ну, если угодно, по алфавитам все моменты, мы просто старший член, а квадрат b. И здесь старший член, а квадрат b. Все. Прижимайте. Поняли все? Один. Следующий шаг еще интереснее. А давайте мы берем эту написанную единицу и эти двойки заменим на двойки. Сразу, кстати, сразу станет интереснее, ребята. Потому что у нас в числителе тогда какая будет степень? Четвертая. Четвертая. А в знаменателе какая будет степень? Третья. Третья. А что бывает, когда делишь многочлен четвертой степени на многочлен третьей степени? Третья. А? Третья. Да. Третья. А вот дальше очень важная вещь. А вы помните, что выражение было симметрическое? Изначально. Когда мы поделим, то у нас же будет то самое изначальное выражение. Значит, мы должны получить не просто что-то линейное, а мы должны получить симметрическую линейную функцию. Так. А теперь вопрос. А какая бывает симметрическая линейная функция от трех двух? А плюс В плюс С. А плюс В плюс С. Опять-таки умножить на сколько? Но если мы посмотрим на старший коэффициент, то здесь старший член это А квадрат В, а здесь старший член А куб Б. Когда А куб Б делишь на А квадрат В, то получаешь приятно, да? Все. Значит, ответ А плюс С. Здорово? Здорово. И дальше понять, что у нас будет в числителе пятая степень, да? Знаменатель и третья. Знаменатель по-прежнему третья. Возможно, будет в какой-то числителе. Нет. У нас будет что-то второй степени. Это точно. Причем симметрическая штука второй степени. Давайте подумаем, как в принципе устроена симметрическая штука в второй степени от букв А, Б, С. А квадрат, В квадрат, С квадрат. Возможно, с каким-то кэффициентом. И еще. А, Б, А, С, В, С тоже с каким-то кэффициентом. Отлично. Как это вычислять? Ребята, это очень интересно. Вы смотрите опять на старший член. Какой там старший член вверху? А в четвертый, Б. А какой старший член внизу? А в квадрате, Б. Что будет, когда А в четвертый, Б делишь на А в квадрате? А квадрат получается. Значит, абсолютно точно, что здесь коэффициент 1. Половину работы здесь. Но вот даже неприятность состоит в том, что надо как-то так же быстро сделать и вторую половину. И, в общем, понятно, что рассматривать старший коэффициент уже недостаточно. А в квадрате, Б, минус А в квадрате, С. Вот теперь надо умножать и смотреть, что получается. Когда умножаем на А квадрат, у нас получается так. А в четвертый, Б, минус А в четвертый, С, минус А в квадрате, плюс А в квадрате, и так далее, да? Плюс А в квадрате, Б в квадрате, С, минус А в квадрате, С. Это мы все нахуй умножим. Молодцы. Теперь надо сказать, что у нас есть. У нас А в четвертый, Б, вверху есть. А в четвертый, С, минус А вверху тоже есть. Вот. Но при этом у нас А в кубе, Б в квадрате, вверху нет. Поэтому оно должно было уничтожиться. Вопрос, а с чем оно может уничтожиться? А вот если отсюда взять, это самое, А, Б, да? Вот такой, такой член. А отсюда взять старший член, А квадрат, Б. Вот. А будем я объяснить. Старший член, вот в этой скобке, это А квадрат, Б. Если бы здесь был другой коэффициент, то вот эта штука у нас бы не уничтожилась. А из-за того, что здесь мы берем единицу, как раз это и уничтожилось. Вот. Спасибо.